Здравствуйте! Вы смотрите программу специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях Виктор Иванович Тарусин, президент Торгово-промышленной палаты Одинцовского городского округа. Здравствуйте! Здравствуйте, Мария! Очень рада видеть вас в нашей студии. Хотелось бы сегодня подвести итоги 2021 года, наметить планы на будущее, ну и, конечно же, в первую очередь рассказать о том, как прошел съезд. Торгово-промышленная палата. Очень рад снова оказаться в вашей студии. Большое спасибо за приглашение и за возможность обратиться к нашему деловому сообществу через ваш ресурс. Хотел бы сказать только, что действительно 25 февраля в гостинице «Парквин» у нас прошел очередной восьмой съезд Одинцовской торгово-промышленной палаты. И мы подводили итоги не 2021 года, мы подводили итоги пятилетки, а фактически даже почти шести лет работы Торгово-промышленной палаты. Работа признана удовлетворительной. Наши ряды за это время увеличились в полтора раза по сравнению с 2016 годом. И деятельность палаты востребована. Мы видим интерес предпринимателей к сотрудничеству с нами и получению тех услуг, которые мы оказываем. Ну, что касается перспектив, да, мы наметили основные направления деятельности Торгово-промышленной палаты на период 22-27 годов. Это действительно такой судьбоносный момент в жизни нашей структуры. И мы, в принципе, в большей части продолжим нашу деятельность, которая уже доказала свою состоятельность за предыдущие пять лет. Основное направление будет связано с консолидацией позиции общественного мнения, мнения бизнесменов о состоянии экономического климата на территории Одинцовского городского округа. И, конечно же, формирование некой позиции, которую мы будем доносить до Торгово-промышленной палаты Московской области, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Ну, и поскольку именно Торгово-промышленная палата Российской Федерации обладает своим правом на представление законопроектов на самый высокий уровень в Госдуму, в правительство, вот этим каналом связи с нашими органами власти мы будем пользоваться максимально широко. В этой связи я обращаюсь к предпринимателям. Все ваши пожелания, все ваши проблемы, пожалуйста, сообщайте в Торгово-промышленную палату для того, чтобы мы могли обоснованно консолидированное мнение доносить до вышестоящих организаций, в том числе и до Госдумы и до правительства Российской Федерации. Эти пять лет действительно были напряженными и, как вы понимаете, на них пришлись те самые два с половиной года пандемии. Если судить по показателям, которыми мы, так сказать, отчитывались на съезде, то на диаграмме нашей активности четко было видно, как в 2019 году мы вышли в каком-то смысле на пик, когда практически удвоили финансовые показатели и показатели объемов услуг, которые мы предоставляли предпринимателям. И как потом, в 2020-2021 мы ощутили определенный спад. Также хочу сказать, что за последние два с половиной года мы недосчитались практически 70 предприятий, членов палаты, которые по разным причинам, но в основном это связано с ликвидацией, с прекращением деятельности, они вынужденно покинули ряды палаты. И это отражает, в общем-то, общую динамику состояния бизнеса вообще в Российской Федерации. Поскольку это не секрет, в основном малые и средние предприятия пострадали от всех ограничений, локдаунов, через которые мы прошли последние два с половиной года. Но те, кто остались, закалились в бою. Да, мы говорим о том, что любой кризис, любые ограничения, они, с одной стороны, конечно же, больно бьют по предпринимателям, по бизнесу. Получается, кого-то прям выводят с поля, выводят из игры, а кто-то, наоборот, находит новую нишу. Да, для кого-то это открытое окно возможностей, которым наиболее предприимчивые предприниматели, конечно же, пользуются. И кто-то реально в этот период действительно поднялся и расширил свой бизнес. Но вот на таких активных, собственно говоря, экономика сейчас и держится. Сейчас как обстоит ситуация? То есть, со всех сторон санкции, я думаю, что бизнес-сообщество обеспокоено, наверняка задают вам огромное количество вопросов, обращений вы уже получаете. Как вот сейчас обстановка? Да, у нас, как говорится, из огня до вполымя, мы из ковида в этот санкционный период сразу макнулись. И у нас возникает действительно много вопросов. Вот сейчас мы ожидаем нарастающего такого вала заявления о форс-мажорах. И это уже обсуждается на самом высоком уровне в Торгово-промышленной палате Российской Федерации, что этот аспект будет очень востребован. Но самое главное, что мы пока до конца не знаем. Мы, собственно говоря, обращаемся опять к предпринимателям с просьбой не замалчивать, не держать в себе, а приносить эту тревожную информацию нам. Потому что у нас сейчас запущено специальное анкетирование с Ильинки из Торгово-промышленной палаты Российской Федерации с тем, чтобы максимально оперативно и адекватно оценить поражающее воздействие этих санкций. Конечно, в первую очередь страдают ведовцы, те, кто связаны с внешнеэкономической деятельностью. Уже поступают сигналы о невозможности отгрузок, о невозможности получения средств за уже осуществленные отгрузки товара за рубеж. С этим мы будем стараться справляться нетрадиционными методами. Потому что у нас у Торгово-промышленной палаты есть специфические возможности. Мы не являемся государственной структурой, мы не коммерческое объединение, и поэтому, в том числе и за рубежом, у нас есть свои возможности. И, как вы знаете, первым под санкции попал Банк ВЭБ РФ, а вместе с ним попал, соответственно, и Российский экспортный центр, и КСАР, перестраховочное агентство, и корпорация МСП, которая также входила в структуру ВЭБа. Вот именно эти услуги, которые раньше оказывались этими организациями, должна принять на себя и взять ответственность за исполнение этих услуг перед предпринимателями Торгово-промышленная палата. Как обстоит дело с вашими партнерами? Получаете ли вы от них какую-то сейчас обратную связь? Вы хоть, потому что проходило, можем ли мы сегодня об этом вообще говорить или нет? Вы имеете в виду партнеров зарубежных? Да. Да, мы продолжаем общаться, и у нас, во-первых, у Торгово-промышленной палаты Одинцовского городского округа есть свои представители в Юго-Восточной Азии, у нас работает представитель в Сингапуре, в Джакарте, мы на связи. Они готовы поддержать своими ресурсами деятельность наших членских организаций именно с точки зрения обеспечения поставок оттуда-сюда, комплектующих запчастей, если это необходимо. И в то же время мы сейчас работаем над формированием альтернативных путей взаиморасчетов с помощью компаний-резидентов тех рынков. Но это такая весьма сложная работа. Получается, что сейчас Торгово-промышленная палата – это как раз-таки тот островок, наверное, безопасности в плане экономическом для нашего бизнеса? Да, это, скорее всего, именно так. Мы, конечно, не знаем всей изворотливости противоположной стороны, и когда эти санкционные ограничения дойдут и до нас, я не исключаю такой возможности. Но на сегодняшний момент мы действительно оказываемся, наверное, единственной организацией, которая способна, имеет опыт, имеет структуры для того, чтобы оказывать поддержку нашим экспортерам на зарубежных рынках. Ну и более того, это же не первый раз, когда против нашей страны выдвигают определенные требования, принимают ряд санкций. То есть, в общем-то, можно говорить о том, что опыт уже в этой области имеется. Может быть, не так масштабно все это было до сегодняшнего времени, но тем не менее. Это, наверное, помогает вам, в том числе в работе с предпринимателями. Да, конечно, до такой степени санкционное давление не доходило. В частности, отключение ведущих банков от системы SWIFT сказалось на оперативной деятельности. Но, насколько мне известно, банк ПСБ, промсвязь банк, уже подключил российскую версию SWIFT и вроде как весьма успешно. Будем надеяться, что и другие банки смогут осуществить такую трансформацию. Ну, а с другой стороны, конечно, мы смотрим сейчас на наших китайских партнеров, которые, в принципе, готовы оказать все те же услуги, которые оказывала нам структура SWIFT. Выход есть. Не бывает безвыходных ситуаций. Не бывает безвыходных ситуаций. И самое главное, что в этой напряженной обстановке мы консолидировались и собирались, что называется, всем миром, нашим внутренним российским миром, дабы противостоять этим внешним угрозам. Если говорить о планах на ближайшие пять лет, что было озвучено? Что в перспективах? Я понимаю, что они будут корректироваться с учетом настоящего, но тем не менее. Ну, у нас основные направления, как я уже отметил, остаются, в принципе, прежними. Мы будем активно участвовать в мероприятиях, которые мы регулярно проводили. Обязательно будет ежегодный форум женского предпринимательства. Это уже стало хорошей, доброй традицией, которая, мы видим, востребована, особенно женской частью предпринимательского сообщества. Мы, конечно же, будем проводить такие большие бизнес-мероприятия, как был форум в парке «Патриот» территории прорывных проектов Одинцовский городской округ 2019. Но вот планируем, что в 2023 году мы такой форум сделаем. Конечно же, как я говорил, внешнеэкономическая деятельность будет важным направлением. Опираясь на нашу платформу «Работаем с Азией». Мы это уже начали делать. Пользуясь случаем, приглашаю желающих 15 марта принять участие в нашем телемосте с Лаосской, Народно-демократической республикой. С той стороны уже заявлено более 20 компаний, поэтому все желающие могут присоединиться онлайн. Это не потребует никаких дополнительных ресурсов. Плотно будем работать по такой программе, как развитие Одинцовского туристического кластера. Сейчас мы планируем принять участие в программе «Одинцово. Моя земля». Это будет очень интересно. Во всех смыслах это будет и электронная версия такого проекта. Это будет культурно-исторический проект с привлечением потенциала нашего Одинцовского, я бы так сказал, культурно-элитарного сообщества. Это и художники, и авторы литературных произведений. Будет интересно. Ну и, конечно, образовательная часть станет важным аспектом нашей деятельности. Мы продолжим программу профориентации для выпускников школ, колледжей. Продолжим также сотрудничество с Одинцовским филиалом МГИМО. Позавчера мы открыли очередную четвертую инновационную неделю на базе Одинцовского филиала МГИМО. И планов по сотрудничеству с администрацией МГИМО у нас очень много. В том числе и в программе, которую МГИМО называет программа научной дипломатии. Вот это, я думаю, очень актуально. Это то, чего, наверное, в нынешних условиях, может быть, не хватает. Виктор Иванович, спасибо за интересную беседу. Надеемся, что все планы обязательно исполнятся. Мария, вам большое спасибо еще раз. Вы смотрели программу «Специальное интервью». Оставайтесь на нашем канале. До свидания. До свидания.